После новогодних каникул в тверских травмпунктах подводят свои итоги. Перебады температур и зимние развлечения традиционно приводят некоторых горожан на больничную койку. Растяжение, вывихи, переломы. В основном люди обращаются в медучреждения с травмами, полученными в результате падения из-за гололёда. Подробности у Натальи Чекет. Заведующий травмпунктом городской клинической больницы номер 6 в цифрах рассказал, как тверичи провели длинные каникулы. В новогоднюю ночь в травмпункте было тихо, но недолго. Уже к утру потянулись первые пострадавшие. Всего же за каникулы в травму обратилось 350 человек. Для сравнения, в 2020 году в тот же период пострадавших было примерно такое же количество. Большинство ушибов и переломов связано с зимним отдыхом. Очень много травм, связанных непосредственно с отдыхом людей. Это катание на коньках, на тюбингах, лыжах. Гололёд с 31 на 1 число, который тоже очень сильно сыграл свою роль. Зачастую травмы у детей и взрослых примерно одинаковы. Подскользнулся, упал или подвернул ногу. Как рассказывает врач, это перелом лодыжек, лучевых костей. Часто, когда люди при падении подкладывают под ребра руку и ломают их или получают ушибы грудных клеток. А вот пострадавших от фейерверка и фэппитард в этом году было совсем мало. За все каникулы три человека. Однако, несмотря на завершение праздничных дней, в травмпункте ожидается наплыв пациентов. Ведь, как правило, после веселья люди идут за здоровьем. Многие люди, когда получают травмы на выходных, тем более таких длительных, считают, что я вот полежу, полечусь, у меня все пройдет. Когда приходит пора выходить на работу, человек понимает, что работать не может. Для того, чтобы получить освобождение в виде больничного листа, он обращается в травмпункт. Да, это достаточно много людей, именно работающих, которые обращаются. Специалисты советуют излишне не рисковать и рассчитывать свои силы, чтобы не пополнить статистику травматизма. И главное, к чему призывают медики, это быть аккуратным и следить за детьми. Ведь травму можно получить за секунду, а лечение иногда занимает многие месяцы.